Всем салют, меня зовут Олег Никитин, вы на канале No Limits On и сегодня я решил протестировать базовую комплектацию 16-дюймового M1 Pro MacBook Pro и попробовать найти идеальный кодек для съемки видео и идеальный формат вывода видео, чтобы это происходило как можно быстрее, Final Cut Pro 10. Особенно учитывая, что у новых MacBook Pro есть отдельные медиа-энкодеры и декодеры, в частности для HEVC или HEVC и ProRes. Итак, сегодня мы посмотрим на разные кодеки в 4К на Sony A7S III и на Sony A6300, а также попробуем их экспортировать в разные форматы Final Cut Pro 10 и найдем идеальный вариант, если вообще есть какая-то разница. Внимание, спойлеры, разница есть. Итак, на Sony A7S III мы будем использовать следующие кодеки. XAVC-S это H.264, компрессия довольно высокая и небольшой битрейт. XAVC-SI, также H.264, но с куда меньшей компрессией и более высоким битрейтом. Далее у нас XAVC-HS, это H.265 кодек с большой компрессией и достаточно маленькими файлами, ну относительно. А также, используя рекордер Atomos Ninja V, мы снимем два вида ProRes. ProRes LT, это наименьший битрейт, но при этом качество картинки отличное и именно его я чаще всего использую. А также ProRes HQ с наивысшим битрейтом. Также мы добавим в этот микс XAVC 4K 25 кадров в секунду, 100 Мбит в секунду, который мы используем на Sony A6300, Sony A7 III и вообще в предыдущих поколениях камер Sony. Этот формат очень популярен среди видеографов. Мы снимем одну минуту 4K 50 кадров в секунду и расположим их на таймлайне 4K 25 кадров в секунду. И также сделаем вывод без каких-либо коррекций. После этого скопируем 10 раз этот клип в каком-то конкретном кодеке, добавим туда луты, эффекты, ускорим, замедлим, титры добавим, переходы и уже 10-минутный файл также экспортируем. Все исходники будут скопированы на внутренний SSD самого макбука, который очень быстрый. И кстати, в конце ролика я вам расскажу один лайфхак, который позволит вам загружать и обрабатывать ролики в YouTube в 4K за считанные минуты. Обычно этот процесс занимает, ну если не часы, то как минимум полчаса минут 40. А здесь всего за 5-7 минут 10-минутное 4K видео уже будет обработано на YouTube в качестве 4K. Так что оставайтесь до конца. Сразу хочу отметить, что на макбуке M1 Pro базовой версии все кодеки абсолютно хорошо себя чувствуют на таймлайне. В режиме Better Coloury все проигрывается отлично, никаких фризов, замираний, статтеринг как это называется, ничего такого замечено не было. А вот например мой старенький iMac 5K конца 15-го года XAVC HS в принципе не переваривает, XAVC S также очень не любит, а вот с XAVC I он работает вполне нормально, ну и с ProRes конечно тоже. А в случае с M1 Pro нам уже не приходится выбирать кодек из удобства работы, а просто выбираем его по скорости работы, качестве картинки, в принципе оно здесь одинаковое. И также смотрим, чтобы еще и сэкономить место на флешке например. Итак друзья, давайте перейдем к первому результату, также характеристики компьютера указаны здесь на экране. И что мы видим, кодек XAVC S это H264 кодек, 1 минуту при выводе в H264 выводился всего 31 секунду, то есть в принципе в 2 раза быстрее чем сама продолжительность клипа. А вот в ProRes LT всего 15 секунд, то есть в 4 раза быстрее. А 10-минутный клип выводился почти 5 минут, если в H264 переводили, и почти 2,5 минуты если переводили в ProRes LT. При этом сам размер файла будет сильно больше, когда мы работаем с ProRes LT на выводе. Поэтому вам нужно понимать, куда потом пойдет этот файл, просто в интернет, заказчику, еще куда-то, это не очень удобный вариант. А вот если вы это делаете для личного архива, чтобы потом работать с этим файлом, то выводить в ProRes LT это очень удобно и быстро. Следующий кодек это XAVC S-I, в котором гораздо меньше компрессии применяется и битрей аж целых 500 мегабит в секунду. И мы видим, что в ProRes он вывелся, минута вывелась меньше, чем за 10 секунд. Это очень неплохо. Те же самые 31 секунда, когда переходим в H264, а также, несмотря на эффекты, переходы и все остальное, 10-минутный ролик также вывелся очень быстро. В 2 раза быстрее, чем, собственно, продолжительность ролика. А вот 10 минут в ProRes LT вывелись всего за 1 минуту 52 секунды, что больше, чем в 5 раз быстрее, чем, собственно, продолжительность ролика. Отличный результат. А вот кодек XAVC HS показал абсолютно идентичные результаты с кодеком XAVC S, который мы рассмотрели первым. Поэтому здесь выбирайте сами, с каким вам удобнее работать. Теперь переходим к одному из самых популярных кодеков. Это обычный H264 XAVC Sony A6300. Это у нас уже 4208 бит, а до этого все были 42210 бит кодеки. И мы видим, что здесь все то же самое. 31 секунда всего лишь для вывода в H264, а вот вывод в ProRes LT у нас занял столько же времени, сколько и XAVC I, что также очень впечатляет. И 10-минутное видео в ProRes LT также вывелось чуточку быстрее, чем в XAVC HS или XAVC S. Я надеюсь, не запутал вас со всеми этими кодеками. В общем, этот кодек работает отлично и быстро на M1 Pro в 16-дюймовом базовой комплектации. Теперь переходим к кодеку ProRes и, в частности, к ProRes LT. Как уже сказал, это мой любимый кодек, и я его использую очень часто и снимаю на Atomos Ninja V5 в него и монтирую прямо с внешнего SSD, на который, собственно, Atomos Ninja V5 и пишет. И мы получаем здесь результат такой. Также 31 секунда, как и в предыдущем тесте, при переводе в H264. А вот чтобы из ProRes LT в ProRes LT перевести, нужно всего 4,5 секунды. Вау! При работе с 10-минутным проектом у нас те же самые Note 4.56 при переводе в H264, а вот при рендере из ProRes в ProRes 10-минутного ролика нам понадобилось всего минута 51 секунда. По-моему, это тоже отличный результат. У ProRes HQ результаты чуточку медленнее именно при переводе в ProRes LT. Ну, это и понятно, а там огромный битрейт, нужно ворочать огромные файлы, и, скорее всего, из этого есть небольшое замедление. Но я бы в любом случае не использовал ProRes HQ, слишком уж большие файлы получаются. На 1 терабайт я могу записать 4K50 в ProRes HQ где-то полтора часа материала. Это очень мало. Также я решил объединить 4 4K видео в одно большое 8K видео на 8K 25 кадров в секунду таймлайне и попробовать все это вывести. Я не стал делать 10-минутный проект, потому что выводится, правда, долго. И я также решил использовать кодек XAVC HS265 для этой задачи и переводить его в 264. И вы видите результаты на экране. В 8K ворочать очень тяжело, и, пожалуй, для работы с 8K я бы рекомендовал перейти на M1 Max, который когда-то все-таки до меня доедет, и я покажу разницу между этими двумя компьютерами и скоростью работы с 8K видео. Но с точки зрения именно работы в Final Cut, в принципе, 8K проигрывался нормально. Кстати, друзья, говоря о комплектации, я заметил, что в большинстве магазинов очень ограниченный выбор комплектаций. А вот на e-каталог я зашел и увидел, что можно выбрать абсолютно любую. Вот сейчас мы смотрим именно 16-дюймовые макбуки Pro на M1 Max и на M1 Pro. И видим, что любую комплектацию мы можем посмотреть, сравнить на нее цены. То же самое касается и 14-дюймовых. Кстати, вот здесь внизу у нас красуется обзор от MKBHD. Надеюсь, что однажды здесь и мой обзор может быть. И также нам сразу предлагают различные аксессуары. Очень даже неплохие. И еще по поводу цен. Если мы с вами перейдем в раздел цены, то мы можем посмотреть, что не везде цена начинается от 334-990, как, допустим, в Связном. Есть варианты и подешевле, и подороже. Просто будет вопрос, скорее всего, в наличии и в надежности. Так что заглядывайте на e-каталог. И напомню, что e-каталог работает в России, Украине и Казахстане. Итак, давайте посмотрим на все результаты в одной табличке. При экспорте в 264-й кодек, в принципе, мы можем выбрать любой. Ну, в 8К здесь, конечно, ситуация не очень хорошая. В общем, 8К мы пока, наверное, не пользуемся. Ну, по крайней мере, я так думаю, что мне пока рановато на 8К переходить. Так что здесь выбирайте кодек, который вас больше устраивает, занимает меньше места, больше вам нравится по работе в самой монтажке и так далее. Что касается вывода 1 минуты в ProRes LT, мы видим, что в ProRes LT как раз-таки лучше всего и снимать для этих задач. Также отличным кодеком является обычный XAVC, который у нас есть на Sony A6300, A7S2, A7III и так далее. И XAVC SI тоже отлично работает именно с данным форматом. Но в отрыве от реальности данные показатели мало что вам скажут, я думаю. И поэтому я показываю вам характеристики iMac 5K, за которым я работаю вот уже 5 с лишним лет. Почти 6 получается. Это действительно отличная рабочая лошадка и в свое время я его брал, по-моему, за 240 тысяч рублей. То есть, в принципе, та же цена, что и у MacBook на M1 Pro. И здесь вы видите два варианта синим. H.264 экспорт и бирюзовым ProRes LT экспорт. И мы здесь сразу с вами с места в карьер видим, насколько быстрее новое поколение MacBook'ов на чипах Silicon, так называемых, чем на Intel'ах. Тем более на таких старики. Хорошо, Олег, вот мы узнали, что в ProRes LT самый быстрый экспорт. А вот в H.264 файлы весят более-менее адекватно. Так в каком же кодеке в итоге выводить? И где там тот самый обещанный секрет про быструю загрузку и обработку файлов на YouTube? Рассказываю. Есть такая опция Apple Devices 4K. Если мы ее выберем, то мы с вами увидим, что на самом деле размер файла одной минуты в 4K будет всего 151 мегабайт. И также мы здесь можем выбрать более быстрый вывод файла, большее качество. И можем даже выбрать H.265 кодек или HEVC. А если мы сравним размер файла с H.264, который мы все это время и тестировали, то он уже будет 440 мегабайт. То есть прилично так побольше, почти в 4 раза. Ну, в 3 с копейками. А ProRes LT в этот же момент будет весить уже больше 2,5 гигабайт. Вы спросите, а что, качество не будет теряться? Да, будет. Вот смотрите. Здесь у нас ProRes LT. Исходный материал. И уже перекодированный в режиме Apple Devices 4K. В режиме Faster Encode. То есть более быстрая обработка. За 31 секунду файл. Да, он становится чуть мягче. Это приближение на 1000%. То есть в 10 раз. И, например, для YouTube, для блогов, логов и так далее, этого более чем достаточно. И посмотрите, насколько быстро файл загрузился на YouTube и обработался. Получается, что прошло всего лишь 6 минут с момента начала загрузки и до полной обработки в 4K. Поэтому формат Apple Devices 4K вполне рабочий вариант для большинства задач, я так думаю. Для клиентов можно вывести, конечно, и в H.264 и быть вполне спокойным. Вот такие выводы у меня получились, друзья. Если вам понравился данный ролик, жмите лайк, подписку и колокольчик. Скоро много интересного, полезного и важного контента выйдет про макбуки на M1 Pro. И я надеюсь, в скором времени еще и на M1 Max. С вами был Олег Никитин, канал No Limitson. И увидимся в следующем ролике, друзья. Пока.